Добрейшего времени суток, на связи Антиквары. Добро пожаловать в Wizardry 8. Продолжаем искать всякие разные артефакты, всякие разные приблуды местного производства и глобального значения. В общем, команда мечты выдвигается вперед. Первая цель поиски шлема ясности. Не будем терять время. Дона мы одолели в прошлой серии. Кстати, по поводу Дона в прошлой серии мы его одолели, а может нам что выпало-то интересное? Что-то я даже и... Что-то я давно не смотрел, что нам может вывалиться и как это использовать. Стеганая туника. Так, понятно. Понятно. Всякое, всякий мусор. Вот штаны. Смотрите. Плюс 8 класс брони. В количестве трех штук. Плюс 6 класс брони. Сюда штаны. У Валеры что там? Ну, у Валеры все замечательно, да, в этом плане. У Федора плюс 6. Отлично. Смотрите-ка. КБ плюс 1. Бонус к свойству ловкость плюс 10. Кому у нас ловкость нужна? Ну, а выше сотни засчитывается или нет? Вряд ли. Мне подсказывает, что вряд ли. Я не знаю кому. Мол. На этого же товарища нельзя ничего? Или можно? На него тоже можно все? А-а-а, смотрите-ка. Век живи, век удивляйся. А чего вы мне не сказали, что его можно обрядить, друзья мои? Оказывается, его можно... Вон как. Снарядить в дорогу по полной программе? Отлично. А я думаю, что-то у нас РФС так отхватывает. Оказывается, он нас просто не одет. Так, ну пусть у него ловкость будет. Я думаю, ему пригодится. Бронь на ведро. Да, вот Аками пишет. Да, смотрите. Хитрость покажи чатику, а то задолбали, наверное, своими ниндзя-фейками. Это что за хитрость чатику? Спокойно. У нас есть дядя Федор. Вот что-что ловушки он умеет исследовать и обезвреживать. Ой-ой-ой. Смотрите, какой модный сундучок. Вот это что такое желтое? Я раньше не видел. Ну вот это похоже, да? Первый такой сундук. Жизнекрат, ловушка была обезврежена. Замечательно. Здесь короткое копье, магический нектар, нижняя роба, зеркальный медальон. Регенерация энергии. Око за око. Только для женщин. А что это у Дона лежал медальон, который только для женщин? Круглый щит. Еще где наша музыка? Я вот хочу. Хотел бы я знать. Так. Замки и ловушки. Подняли. Иван Шувей, здравствуй. Желтое значит, что не уверен. Ага. Посох хитрость. Я про ниндзя-феечек. А что показать-то? Здесь! Ты вот про это или что? Энергетический жезл? Что посох хитрость? Я не очень понимаю, что ты хочешь, чтобы я показал. Мань, ты сегодня не очень ясно выражаешься? Или я сегодня туго понимаю? Это тоже может быть. Так, вот смотрите. Мы еще и штаны на него напялим. Видали? Видали? У нас робот приобретает черты. Просто черты человека проступают сквозь вот этот вот металлический блеск. Дон любил деваться под женщину. Ну, может быть. Кто знает. Ну, да. В тихом омуте. А тут еще и омут не тихий был, да? У тебя в инвентаре есть посох. И что? Китрость. Ну. Вот этот? Ну, отличный посох. Ничего себе. Урон 12-42. Поражение 4. Инициатива плюс 5. Ниндзя. Фейка. То есть вот для посоха для феи, которая ниндзя, да? Ну, слушай. И вообще выглядит, конечно, очень мощно. Баррализовать 50%. Отравить 100%. Умертвить 15%. Грунтая штука так-то. Да, вот про это, да? Мне писали. Что типа вот такая фея-ниндзя. Это просто имбища. Угу. Ну, в общем. Имбища, имбища. А золото кто будет забирать? Ребята. Вот вы, конечно, не умеете работать с сокровищами найденными. Давайте мы не будем подвисать. Будем хорошо идти. Или нам не сюда? Не, не сюда. Где-то там по дороге надо было свернуть. Вот здесь, да. Ох уж эти жилища крысолюдов. Ничего не понятно. Да, и вот тут мы, соответственно, выйдем. Угу. Хорошо. Ой-ой-ой. Обнаружен враг. Сопротивление земле. Не очень у них с сопротивлением земле. Будет сделано. И с сопротивлением огню, я предполагаю, тоже не очень хорошо. Давайте сполз... Ээээ... С полох. С полох, что ли, проверим. Чего бы нет. И потом будем просто расстреливать. Окей. Бафы. Да, точно. А камень, спасибо. Бафы надо... Надо пробафаться. Сейчас пробафаемся. Угу. Как-то... Тут, видимо, очень узко. Они пройти не могут, да? Меня интересует, как мимия отколдовалась. Восемь ослепила. Ничего себе. Неплохо. С полох сработал. Ну, ладно. Теперь можно и... Чё, давайте шариком. Огненным. Что? Или штормом. Или штормом. Будет сделано. Будет сделано. Здесь... Качай силу на магию. Ну, в плане качай чудотворство. Классно. Оса отступает. Ну, начинается. И чё, мне теперь опять за ними бегать, что ли? Вот это вот всё. В общем, все, кто не ослеплённые, все бежали. Чудненько. Победа осталась за нами. Слепые пчёлы тебя ласкают. Слепые пчёлы шепчут тебе. Майн после отпуска. Смотрите. Какие песни. В чат транслирует. Ой, майн, майн. Опа. Вернулась. Ничего себе. А у нас тут каменюка от Мими сразу в лоб. Там камни у неё заканчиваются. Ну, ладно. Это мы сейчас... Ей добавим. Ну, ладно. Давайте расстреливайте её. Да и всё. Чё будем тут это... Валандаться. Ману тратить. Сколько осталось? Нисколько не осталось. Ага. Ещё одна. Они так и будут, да? Теперь по одной подлетать. Не расстраивайся, Мими. Стой, отдыхай. Наслаждайся видами. Прекрасного дерева крысолюдов. Валера взял и бахнул. 13 тысяч. Замечательно. Так, Мими, давай сразу тебе камней выдадим. Пока я помню. Ну, кстати, можешь что, изучить можешь? Неа. А вот эта книга почему вообще красная? Вроде как у тебя были только те книги, которые ты способна изучать. Здорово. Кары небес. А мы его учили, да? У нас книга, оказывается, была. Ну, ничего. Это бывает. Это не страшно. Будет две кары небес. Как бахнем, когда встретим тут демонических сущностей и всех прочих. Так, и камня тебе нужно дать. Так, нет. Стоп. Чё, камней что ли нет? Серьезно? Ага. Ну, ладно, значит, без камней сегодня, Мими. Ну, можно немножко, на самом-то деле. Один. Так, ладно, не будем время тратить на ерунду. Кидаем заклинание и пошли. Один камень, Мими. И мне кажется, она не против, что у неё немного, да? Она много носить не любит, но вот мы много ей не дали. Во! Набафались-то. По полной программе. Смотрите! Тварь! Так, выжившая оса. Ну, это она сейчас быстро, конечно, отъедет. Оп-та, ещё и насекомые девять штук. Это где, впереди там, что ли? Это насекомые, да? Угу. Посредственный соперник. Ну, пусть подлетают. Вот, под милишную атаку. Молодцы. Вообще, удивляться тому, что на дереве очень много насекомых, я думаю, было бы неправильно. Уху, у тебя здоровье-то опять осталось. Пять. Подлетаем. Тут робот у нас есть. Тут у нас Валера есть. Вот. Ну, и дядя Фёдор взял и всё закончил. Ройные осы. Будет сделано. Окей. Классно. Тут иногда мыши гигантские летают. Не, гигантских, наверное, я не видел. Прям совсем большие не было. Летучие были, но обычные. Он нас отманил в засаду. Но получается так. Опа. Только что никого не было. Тын-дын-дын-дын. Перечень врагов. А они где? Положение, конечно, совсем испортилось. Но я извиняюсь, а они где? Раз совсем испортилось, что нужно делать? Правильно. Призывать элементаля. Ну и ждать, откуда они придут. Она одна вроде, но Костя не заметил вообще. Ага. То есть мы дрались, да? В домике спрячутся, а они отстанут. То есть зря-то хочется сказать. А, вон они откуда же стреляют. Да, это надо спрятаться. Это что-то как-то переборы. Вот он, да, стоит. Да, это надо свалить отсюда. Сейчас, это же на 3 года. Хотя они отстанут. Теперь элементали пойдут биться. Я вызвал. Все, они же теперь. Теперь же пойдут. Снайпер. Тот, который не снайпер, да? Мы же можем вот такими, да, заклинаниями, которые квадратиком обозначены бахать далеко. Есть у нас еще кто-нибудь? Сквадрай. Ну, сон есть. Ну, сон-то такая, да, история? Так, ладно. Ты тогда пас. Здесь тоже. Тоже сон. Угу. Понятно. Ну, давайте ход еще сделаем. Посмотрим. Да, он вон пошел. Он же сейчас биться там будет. А, этот пошел, но понял, что не той дорогой. Неверной дорогой идете, товарищи. Угу. Ну, и вот они подошли. Давайте уже биться тогда, наверное. Раз такое дело. Бой все равно закончится. Если ты больше трех ходов не видишь цели, она тебя. Малый экспы дают, а хп как у коня. Ну, это да, хп там хватает. Реально, надолго, да, будет? Вот еще и вверх наш обижает. Гад такой. Тихо сбоку подошел. Хорошо. Ну, погнали. Ты прав, Майн. Ты прав, черт возьми. Как всегда. Зверюга это да. Тут они мимо элементаля. Это тоже могут пройти, да? Но он их задержит в любом случае. Перерыв. А дверь как открыть? Не нужно раскрошить так много. А, вот так, понял. Дверь как открыть? Нажать на нее. Я думал, просто в бою это как-то по-другому работает, но нет. Жаль, удушения нет. Так бы мы их за пять... За пяток ходов размотали. В режиме хода появится рука. Да-да-да. Или нам сюда, но не отсюда за ход. Можно в коридоре встать. Да, мы вот здесь встанем. Да правильно Майн говорит. С них опыты реально не дают, а времени они... Жрут очень много. То есть ты самый умный, да? Ладно, дружочек. Самых умных мы любим. Чем бы тебя... Долбануть. Еще и плюнем в тебя. Нормально. А за ним все остальные подтянутся или нет? Или кто-то подтянется, кто-то нет? О, плюнули норм. Пагуба хорошо зашла. Не дать, не взять. Не повезло, полезли к нам. Ну, хоть остальные отряды отвалятся со временем. Кто-то, но не все, понял. Наемники, короче, придут, да? Ну, ладно. Где фатальные удары, Федор Михайлович? В смысле, Валера ударил без урона? Это как так? Так бывает, что ли? Валера может ударить без урона? Интересно. Ладно, пусть милишные навыки оттачивают. У меня есть ощущение, что у нас энергия заканчивается куда бодрее, чем у них. Валера, соберись. Красавчик. Вот Валера красавчик, конечно. Там еще элементали, походу, да, тоже не просто так стоят. Можно, конечно, прочитать, что там происходит, но, в общем... Трудно раскрошить так много. А мы постараемся, не переживай. Энергию наверх, да ладно? Зачем это надо? Сейчас все равно все... Все... Прекратиться. Константин, доброго дня. Чат, я уже подумал, диссы начались. Это как ты подумал? Здравствуй, Анваритас. Какие признаки, Disciples, у нас присутствовали? Младший элементаль бьет по 71. Да, я понимаю. А, что, бой закончился и заново начался? Не говори. Твари. Все правильно сказал. Так, здесь у нас... А, ничего не нужно опознавать. Там вроде зелье было неопознанное, но... Мы его опознали, да? При помощи навыков знания артефактов. Третий вестник судьбы. Он получит знания. Ход-то не здесь. Получается так. Вон там дырка в потолке. Надо сверху, что ли, спрыгивать сюда? Ну, наверное. Так, записались. Поспали и пошли искать проход наверх. Дневной стрим, все дела. Поэтому и подумал. Так мы Визор 3 днем уже 2 недели играем. Когда есть возможность стрим проводить. Привет, Молик. Добрый день, аниманги. Здравствуй. Уже 8 бойцов в отряде. Ну, хотели наемника посмотреть. Мы вон робота нашли. Раньше заходил и плакал от радости. Ничего, все впереди. Я думаю, не очень долго осталось. Это выход. А нам по канату. Что-то прям дум напомнило. Так. Ну, что. Погнали дальше. Там, я надеюсь, разошлись эти ребята или стоят, нас ждут. Вот тут иногда бывает, ты заходишь в какую-нибудь локацию. Ну, вот болото сейчас мы заходим, и там вообще особо нет никого. Ну, как бы есть, но мало. Вначале было много. А вот тут дофига их прямо на этом дереве. Этих крысолюдов. Что-что не получилось сделать? Рентген. А, меч не получилось сделать, а что ведь? Ну, ладно. Зачарованный клинок. Интересно. Там элементально крошили. Ну, мы, наверное... Органическая форма. Да елки-палки, вот на канат. Вот они они. Смотрите-ка. Ждали нас. Давайте, наверное, одного элементаля призовем. Мими. Ну, и тут через пагубу. Будет сделано. Будет сделано. Через пагубу, через мгновенную смерть. Окей. Пора бы уже Бреву научиться ее применять как положено. Ну, и тут, и где наш элементаль, вот он. Классно. Может, Майн знает. Вот АКМЕН не АКМЕН говорит, что другой. У нас два специалиста. Не, кто-то еще в чате был, который... Тоже говорил, что много играл. Я уже не помню, кто это был. Ничего у тебя святого нет. Смотрите, как по Федору Михайловичу наваливает. Ну, лучше по Федору Михайловичу, чем по остальным. Они прям по всем, во все тяжкие. Пустились. Окей. Ну, что за угодно? Пустились. так ну он здесь мы сейчас уже быстренько их да и добьем это глушен парализован можно даже вот такими самыми обычными штуками но ты продолжай пожалуй что итоге бьем или отвалилась но как бы они отвалились но мы вышли а нас вот эти вот ждут ребята признаться мне даже собирать здесь ничего не хочется ну потому что сейчас пойдешь собирать новые придут так нам нужен вот этот дом правильно нам туда и надо ребята что-то какие-то выдушные прям столько боевок ладно сейчас в дом зайдем передохнем классно хорошо будет сделан то ты можешь куда-нибудь выстрел направить куда положено а никуда тебе захотелось данька он туда а чё они стоят там придется идти элементарь давай на два такого красавчик мы сейчас подтянемся а то что то это надолго нам же вот сюда правильно этот дом в рукопашную пойдем фатальный выстрел что ли у гады такие ничего себе дали фатальный удар по нашему элементарь я думал так и мы так можем конечно конечно не только мы там безумие но это минус ментального выстрела да а безумие для ребятки а ты пройдешь там элементарь чутка дисплей у нас появился как-то это не серьезно но иначе было магами чем сделать что-нибудь а так все парень к нам подошел отлично это стоит ну конечно стоит а тут что прям пройти мы нельзя вот тут мы не протиснемся ладно призвали элементарь проверяйте все стоят когда он еще ждут непонятно у элемов очень большая моделька да особенно у этого хотя они наверное одинаковые да по размеру по идее выглядит только по-разному ну давайте маги бахнете но же тут прям заготовлен жаркий подарочек а будем как-то отъезжать ух тут елки-палки отъезжать ага вообще никто даже не планирует так ладно да ранено да сейчас мы тебя будем латать не переживай не бросим в беде боевую подругу что-то расстраиваешься а где там твой ментальный выстрел вот по этим гадом давай а ты что умеешь что-нибудь эдакое вот молодцы какие дружат смотрите друг с другом тут массируют разные области особо чувствительные так элементарь стоит чилят молодец валерий еще нужно так ну давай повтори что ли лечение то можно было прям так так ты можешь повторить сколько да можешь можно ментальным ударом жахнуть да давай жахнем камни как-то не очень пошли будем бахать всем что есть здоровье у них и правда конечно как сложно сказать у кого сейчас уже начнут падать все отрубилась вверх так а стало легче ну все должны этого так добить всем накидал смотрите жестко а мы-то его чё не бьем ребят может как-то мы его бить будем ну там милишники дорогие наши замечательные короче если бы не элементарь да уж так гораздо лучше но конечно опасность ликвидирована качаться это приятно но это все не быстро прямо скажем здесь происходит с этими крысами дорожное кольцо что такое дорожное кольцо господа специалисты задачка на пятерку дорожное кольцо класс брони плюс один сила плюс двадцать ничоси дешевые перчатки вот это вот все стрелы какие-то неопознанные зазубренные так у валера там помнится стрелы кончились как раз а стоп стрелы валер болты кончились какие стрелы стрелы у нас только у дяди федора так ну что погнали за шлемом здесь должен быть какой-то люк в полу если там дырка в потолке здесь нужен особый предмет а у нас есть подождите мы получили от шамана плохо что они сами из инвентаря не достают и не используют крысины или нет нет ключ ясности внезапно а я не полечился ничего тут обваливаюсь такой интересно сейчас давайте еще тут отъедем и будем переигрывать так кто вы что в а ну вы жалкий сопернику то тут все ну то да ладно тогда есть идея что все будет легко и просто да есть такая мысль в голове а если у нас 100 какой-то навык выше сотни это работает моим так тут шапка какая-то еще было оп похоже внизу что то есть похоже на то но но спокойно ребятшки тут мы выйдем надо полагать иначе мы в ловушке здесь умрем здесь в страшных мучениях от голода и жажды чтобы хоть конечно не хотелось так а можно до сундука дотянуться нет тут нам на крышку нажать шлем ясности класс брони плюс 3 сопротивление ментальному воздействию 30 процентов это шлем сотворенный самим мартеном защищает своего владельца от безумия других расстройств рассудка роба хищные стрелы как крыс туда попали ч крыс ты знаешь они попадают куда угодно прогрызают даже бетон а здесь вроде все из дерева сразу видно что кости играет в основном героев отличиваться между боями для рпгшников рефлекс мы вроде шли в защищенное магии хранилище майн правильно написал я поэтому и как бы я не ожидал там никого увидеть там он майн не ожидал никого увидеть ну или он вид делает старательно чтобы меня не расстраивать все теперь мы уходим отсюда правильно нам больше в тринта не делать нечего так погнали мы тогда через портал вылезем там на болото зайдем к торговцу и оттуда уже двинем к рыболюдям так теперь что касается наших находок всякого барахла конечно собирали а и щиты нормальные в этой игре нет kb3 торс доспех у нас наверно лучше у всех да нет я бы не сказал а это вот сюда но тут особая газовая мантия у нас не газовые елки-палки так все с тобой понятно можно посмотреть вот на этого дядьку так можно на него мантию напялить о шлем ясности kb3 hop на голову сюда шлем ясности самый ясный у нас от android общение плюс 20 кайф общение плюс 20 общительный будет а чё класс брони дает теперь колечко защитное кольцо плюс один а что там было у нас амулет какой-то или что у нас было что силу давала сила плюс 20 она только для барда понятно все ясно вопросов больше не имеем нет я между стримами майн был делать не буду я на стриме объединять это быстренько только когда ты знаешь что делать все у нас тринтоне погнали в как этих жуков то зовут к тирангом да органическая форма так дверочку не закрывайте пожалуйста да дай пройти молодняк не успели тут можно быстрее них влезть и вот так раз 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 ножками ну ладно благо успеваешь когда они проходят здесь тоже лучше записываться на всякий пожарный мы как-то влетели бафы подожди здесь еще бафы здесь то бафы чё в крепости сейчас вылетим будут бафы а где торговец был прямо местный то прямо и направо или чё или как по моему да может я путаю не путаю смотрите уже приноровился ко всей этой истории ко всем этим лабиринтам до меня дошли вести чтобы заполучили хаос маларии для тирангов хоть вы и выглядите странно и вы не нашей крови но мы гордимся вами а почему они уверен что я все для них делаю вот одно интересно здравствуй новолев привет ты илья с лем всем здрасте ребят так мы же записались или нет до встречи тут у нас есть специалист да записались у нас есть же специалист по карманным кражам астрал домайн это правда он у вас я не сомневался в решении зонта когда он выбрал вас как хорошо что вы вернули законно владельцам то что было украдено у нас много лет назад такие они конечно молодцы зелья лекаря глушак цветок брони полуторный меч ничего себе так ну ладно ладно четыре раза можно все я понял что начинает начинается сразу а кражи поднимается до семидесяти глушак чуть такое древковое оружие ну понятно короче не наша тема зелье лекаря зелье лекаря зелье лекаря так ну стой мы с тобой еще поторгую хотя у него книги можно же было попереть да в этой связи ну-ка 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 стоять что-то я сразу начал так у него рфс 81 обнаружен враг елки-палки рфс 81 многоножка вот это вот все ясно тиранги вообще могли бы хотя бы у себя в крепости порядок навести я вот так считаю будет сделано а то что у них многоножки тут много ручки честным людям поторговать некогда давайте побежали его зачем бафы в крепости да и зачем с многоножками что ли биться я полагаю с ними как-нибудь уж справимся а ты че биться пошел садок ну че себе как через садка тут это ну заклинание прошло да все готово дело или две мы просто не видим видим просто не видим куда он пошел ну елки-палки ну а вот тут прям за дверью что ли она стоит мелкая дрянь давайте нам еще торгов то завалите все возвращайся все хорошо не переживай так ну дядя федор давай что нить вытащи у него модное нет нет не кража торговля теперь кража так надо камни да нам купить че у тебя есть дорогой у тебя книг по моему много было мало увлечения медлительности антипролеча сна а ясно так ты не хочешь да и кстати говоря что-то книги у него дешево стоит надо все купить да маны много не бывает не то чтобы нам эти заклинания прям обязательно были нужны ну да ты до этого лучше у него воровал ну ладно как получилось так и получилось до этого как-то было повеселее так че нам нужно нам болты бы камни камни есть какие-нибудь модные нет у тебя ничего модного но это мы в болоте купим тогда да книгу холода че за заклинание обморожение обморожение у нас так мими тоже может выучить надо брать я полагаю нужно все брать все так ну теперь продать то что можно вороской кинжал хитрость все же продаем да зачем нам это надо лесной лук вот че его таскаю нам не пользуюсь так стрелы оставляем болты оставляем щиты на продажу так амулет удушения пока оставим так амулет удушения пока оставим ща ребят быстренько здесь все вот это все скинем мы все равно не используем так и купить зелье лекаря зелье целителя зелье зелье знахарки то есть я так понимаю что нам вот это нужно все можно как-то быстрее вот это сделать нет то я то я оттуда так куплю а че так дорого то майн ты уверен что это в плюс нам будет по 585 это стоит все от недомоганий ёлки-палки что-то я чувствую майн нас пытается это пытается нам что-то не то внушить так все пойдемте делом займемся каким-нибудь будет все у чувака мы все забрали сколько у нас время то еще есть время серии целителя пока не бери поздно пить боржу когда почки не те уже здесь тоже надо будет сейчас покемарить хотя а че кемарить вроде как мы одну боевку провели ерунда давайте книги я слушаю распределим книга звуков звук ужаса будешь опытный у нас по этой части а ты можешь выучить это же у нас воздух мне кажется да воздух лучше да да нет мель книга взлома вот это вот изучай взлом земля земля да это хорошо ух ты а че это мы никем не можем книга преград уже знаем что ли ну ладно знаем и знаем благодарю что-то одни водяные заклинания супер специалист по водяным заклинаниям мими получается вот теперь можно и заклинаниями обмазаться здесь лечить легкие раны паралич ну все теперь мы теперь мы знаем очень много всяких лечебных заклинаний теперь мы не пропадем алхимия уже целых восемнадцать но все живем теперь мы тоже не пропадем органическая форма ой 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 о чем мы их не видим видимо они слабенькие раз все предлагают нам расслабиться то давайте расслабимся получим удовольствие будет сделано я надеюсь они к нам успеют подбежать прежде чем мы их будем бить магией ух 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 тут можно посмотреть ну да здоровье 31 это все ясно эти быстро отъедут ух 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 будет сделано Так, и я камни, да, хотел купить, помнится? Ну, там не было ничего модного. Обычно я не хочу, а никаких модных не было. Так, пошли отсюда быстрее. Сейчас крокодилы повылазят, знаем мы эту локацию. Насколько она в этом плане недружелюбная. Бегать научился. Опыт в игре прям виден. Давай чуть силы остановить, а то запыхаетесь. Что потом с вами делать, там вон верб сейчас вообще откинется. Не, ну это обычный, я помню. Обычный я не хочу. Сейчас мы укрока купим, у него же было все. Здесь, по-моему, на развилке нам направо, да, к нему? Что из болота выпал, ребят? Верб у нас марафонец курильщика. Ну да, что-то у нее с выносливостью не очень хорошо. Так, а мы пробовали его это обчистить, нет? В последнее время вроде как пробовали. Но нет предела уже совершенству, да? Облачение ниндзи утащили. Оп, кража поднялась. Красавчик. Красавчик у нас Федор Михайлович. Все-таки научился. Терпение и труд, как известно. Все перетрут. Лишний раз можно в этом убедиться. Снайперские стрелы. Зубриные стрелы. Стрел у нас много. Болтов вот я был. Бронебойных камней можно чуть-чуть. А это бронебойные, других нету. Давайте штучек 100 купим. Да. Так, болты страха, болты. Охотничьи у тебя еще должны быть. Нет? Нету? Серьезно? Куча книг, но у него книги дорогие. Не буду сейчас на это время тратить. А, вот бронебойные камни пошли. Так, а продать можем тебе что-нибудь? Видал, Майн у нас есть амулет удушения? Свитки. Воскрешения нет. Разможжение, да. Настойка теней. Не знаю, нужна она нам или нет, но, в общем... В общем, ладно. Я предлагаю сейчас дойти до вот того места, где живут вот те недружелюбные рыболюди. Победить их. И первую серию эту закончить. Она будет довольно-таки содержательной. Потому что мы здесь сделаем, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись у крысолюдов. Свиток разможжения. Так. Терпение и труд, жесткий диск сотрут. Ясно. Мы зелени купили, а у него не было. Я ж посмотрел. Спокойно, Майн. Все под контролем. Вот сюда нам нужно. В этот, в Пекин. Идем в Пекин. Вот там ребята стоят, уже нас поджидают. Нет ничего невозможного для нас. Запомни это. Восемьдесят один. Вступаю в бой. ЦС, москиты, вот это вот все. Тут ясно, такие серьезные ребята. Можно даже не заморачиваться, прям сразу же дать. Градом камней. С мерчем. А здесь каким-нибудь чем, что у нас есть хорошего. Аж ментальным огнем. Окей. Окей. Эх, а те не успели прилететь. Ничего себе. Плохо. Вроде бы никогда их не обгоняли. Мошек. А тут смотрите-ка. Последний остался. Тигровый москит такой один, одинокий. Бедолага. Так, надо камней мими дать. Мими, я же тебе даже все купил. Опасность ликвидирована. Это здорово. Три-четыре тысячи опыта. Тут я понимаю, бой две секунды, три-четыре тысячи опыта. И с крысами. А тут-то что за тварь? Насекомые деревья, да? Что ничего не видать, короче говоря. В болоте новые эти завелись? Душегубы. Парализовать, украсть ману. Вот это вот все. Ничего себе, сильнее игрока. Вы посмотрите на них. Серьезные ребята. О, сейчас Федор Михайлович фатальными ударами перережет. Да и все. Перерезал, проверяйте. Так, у нас тут много чего появилось, да? Обморожение, усмирение. Вроде как много, а вроде и билиберда какая-то. Федор умеет все. Федор у нас ленивый. Жулик, одним словом, но умеет многое. Валера помахнулся, бедолага. Паутина без эффекта. Ничего себе. Потому что они сильнее, да? Потому что у них уровень высокий. Они упарили на одном хп выживать. Прям какая-то нечестная история. Давайте так их победить. Без колдунства, чтобы мы время не теряли. Так-то... Так-то... Ману нам надо дополнять. Мы вроде особо не тратили ее. Ну, эти, конечно, жесткие ребята. Я прям помню тот бой. Ну, правда, мы серьезно с того момента прокачались. Давайте мы стамину поднимем себе. Давай, Вер, поддыхай. Дыши. Дыши глубже. Что-то ты прям слабенькая у нас. На самом деле. Вроде ты мук. Должна... Выносливой быть. Биться с какими-то левыми ребятами. Тоже не особо хочется. А мы убежим. Мусорщики. Мусорщиков мы не видели. Так, вот тут же, да? Кто такие мусорщики? Кто знает? А нам у мук. Я бы попросил вас побольше уважения. Налево. Что налево? Ну, я знаю, что тут обойти надо. Здесь же вход или нет? Или чуть подальше? Нет, подожди. Это море. Органическая форма. Вот здесь же вход. Да. Сдохнете ведь? Но на этот раз... Медленно. Так, стражник. Равен игроку. Огня боится. Эмпат. Знаешь что? Эмпат. Нам бы, наверное, отступить, чтобы они выходили. На нас. Они, интересно, все колдуют или нет? Или нам главное эмпата победить в плане... А, безмолвие есть только у тебя? А, ну да, я же не выучил. Угу, угу. Ясно. Ясно, понятно. А мы сейчас вас усыпим. Вот этих вот каких-нибудь стражников. Раз. Спать ложитесь. И тут усыпим. Кто-нибудь, если уснет, будет уже неплохо. Да, остальных мы будем побеждать. Так, и пробуем чуть-чуть отойти. Начинается. Так, мы никого, правда, не усыпим, но ладно. Это что такое? То, что дождик идет или что? Да. Ну-ка, кто-нибудь покажется сразу ему на голову небесный камень. Какого подлатать надо? Это Миэль, наверное. Эти вроде ничего. Бодрые. Так, а здесь... Кто нам мешает вот так бахать? Во-во, смотрите, что делают там. Заклинание, скорость. Вот это вот все. Оп. Ну-ка, беги-беги-беги сюда. Еще бежит. Вот гад такой. Оп, 84. Хорошо. Хоть одного бы завалить. Ну, что-то, видимо, не в этот раз. Ну, елки-палки. Федя. Замедление. То есть, они все колдуны, да, я смотрю. А что я элементарий не выцел, вы не знаете? У меня вот такой вопрос простой и понятный. Что-то я так долго ждал этой встречи, что забыл, что у нас есть, в общем-то, неплохое универсальное оружие на любой случай жизни. Так, ну ладно. Так, ты что у нас умеешь? Ну, еще один ментальный выстрел давай. Окей. Хотя, может быть, и огоньком, да, они вроде как к огоньку предрасположены. Ну, все, дали им расписываться. Гиблое дело. Слушайте, какие они жесткие. А мы к ним идем на остров, если что, да? Ну, в общем, туда, где они живут. Все, Мими отъехала. Нет? Не отъехала, но есть ощущение, что вот прям... Прям быстро окажется в замечательной стране. Классно. Давайте, давайте, элементальный бейте. О, смотрите, какие они суровые. Так, не, Мими, вытащили. Кстати, импата убили в какой-то момент. Интересно, в какой. Ты думаешь, ты едва не отъехал, бедолага? Гораздо, говорит, лучше. Классно. 38 у кого дальше? У Брева, да, у самого. Да, суровые, суровые ребята. Ну, отъехал, да, у нас есть по-настоящему. элементале давайте больше нечем как мы это допустили так экипируем да на дальше лечить этими ребятами а то сейчас и федя там не форме и валера там не форме ну а ты продолжай не ну если не случится что-нибудь эдакое то по идее мы должны тут тащить в принципе конечно приятного мало от такой встречи ну там ель могут например до завалить так здесь теперь лечим тамель а а ты дружочек шо умеешь у нас хорошего будет ой 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 ну как так то кто это сделал вообще будем воскрешать короче говоря столько времени опять переигрывать тут главное пустила ничего не отпустила он вверх потеряли готов ты где у нас воскрешение валера давай ты у нас будешь воскреситель мими как летучий комарик выживает на одном хп это валерой ее убил да господи вот ну кто он после этого так надо записаться поспать и эту серию завершать может тут можем ли нить подрыхнуть пещеры какие-то пошли через море до путь в бездну вот это вот все нас тут тут насколько безопасно спать интересно казалось бы какой у нас выход выбор в этом смысле валера взял застрелил верб ну шо это такое валера убил валера воскресил ну да он под безумием был опаснее чем рак когда федор или валера безумны это верно так ну что друзья мои давайте сохраняться и в следующей серии мы вот поэтому подземному проходу пройдем под водичкой и окажемся в стороне вот этих самых рыболюдей милейших созданий или нет ну в общем идем мы в какое-то очень неприятное место надеюсь что нашим ребятам там понравится они совсем справятся всех победят ну что нам остается только верить в лучшее это был антиквар пишите комментарии делитесь эмоциями и впечатлениями всем удачи и до встречи пока